Мы действительно проложили дорогу в космос всему человечеству, и вы видите слова Циолковского, вы знаете первый спутник, 1957 год, который возвестил всему миру своими бип-бип-сигналами, кстати, передатчик этот был сделан в нашем институте, что человечество не просто вышло за границы планеты, оно еще может этим пользоваться, потому что на самом деле эти сигналы бип-бип, они говорили и о том, какая температура и какое давление внутри космического аппарата. И мы говорим о том, что, конечно же, это будет новое качество жизни, и мы его сейчас уже получаем. И мне хотелось бы сказать, мы последние лет 20-30 пытаемся найти национальную идею. Скажите, а что у нас в стране есть более гордого, более возвышенного во всех смыслах этого слова, чем космос? Чем наша, Советского Союза, на сегодня Российской Федерации освоения этой, в общем-то, чужеродной на сегодня среды для нас? Подумайте, может быть, это и есть наша национальная идея? Мы будем говорить о том, что есть вечные угрозы человечеству, и отдельному человеку, и всему человечеству. Вы слышали, наверное, что есть гипотеза, что 65 миллионов лет назад упал астероид, и вымерли все динозавры. Вы видите те вечные угрозы, с которыми человек сегодня не может бороться зачастую. Иногда может прогнозировать, и то не всегда, но мы работаем над этим. К сожалению, мы многое добавили. Мы добавили то, что вы видите на этом слайде, мы добавили социальные угрозы, и зачастую войны уносят гораздо больше жизней. А позавчера мы стояли с вами на грани ядерной катастрофы, я имею в виду противостояние двух сверхдержав, СССР, США. И тогда это была бы глобальная катастрофа, и дай бог, чтобы в ней выжили простейшие. Я надеюсь, что мы ушли от этого навсегда. Куда же мы идем? Мы идем к тому, чтобы прогнозировать не только астероидную опасность. Мы почти умеем это. Хотя есть еще 5% астероидов в Солнечной системе, которые могут реально уничтожить всю Землю, мы их пока не обнаружили. Такие данные дают ученые. Но знаете ли вы, что 152 года назад произошел шторм Каррингтона? Возмущение на Солнце, которое отозвалось на Земле. Представьте себе, 150 лет назад. Какая электроэнергетика-то у нас с вами была у человечества? Тем не менее, все трансформаторы вышли из строя, и телеграфная связь прервалась. Представьте, ученые считают, что раз в 500 лет подобные возмущения настигают Землю. Представьте наш мир, но не во времена блэкаута на несколько часов и дней, а гораздо больше. Другие напасти. И не хочу сказать, что это только сейчас было, да? И что это эпизодически происходит только в новейшей России. Это было и в 1972-м Советском Союзе, и в 1600-х годах мы находим описание пожаров. Мы можем с помощью космических снимков знать, как это и что. Есть ряд проблем, которые мы сами себе создаем, в том числе и есть доклад ученых, который подписали 1300 человек, сказав, что если мы будем так же хищнически относиться к своей планете, то к 50-му году может быть глобальная катастрофа. Значит, рано или поздно мы все равно должны будем покинуть нашу маленькую планету Земля. У нас сегодня 7 миллиардов. И что же нам может дать космос? Вот те космические системы, которые здесь представлены, дистанционное задержание Земли, навигация, поиск и спасание, контроль геофизических полей, связь, вещание, они все могут нам помочь с анализом обстановки и принятием решения. Для чего? Для того, чтобы правильные решения помогали нам жить. Для того, чтобы правильные решения делали эту жизнь лучше, качественнее, гораздо лучше. И чем же уникальность космической информации? Тем, что она актуальна, доступна и достоверна. Я хочу сказать, что когда мы это поняли, мы начали заниматься информационными системами не только космическими. и сейчас мы ими занимаемся. Тем не менее, предупрежден, значит вооружен. Мы пытаемся через выявление угроз прийти к предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации и минимизацию ущерба. В 15 раз дешевле, между прочим, предупреждать, чем потом ликвидировать. Я уже не говорю о человеческих жизнях. Сейчас у нас у всех в умах, на слуху та катастрофа, которая произошла с Японией. И я хочу сказать, что у нас подобные вещи бывали, но таких сильных взаимотрясений на территории России не бывает. Но Чернобыльская АЭС в времена Советского Союза дала самую крупную аварию в атомной энергетике. Это мужественные люди, которые сегодня ценой своей жизни, наверное, спасают мир. Подумайте об этом. И знаете, здесь информация, она тоже играет колоссальную роль. Оказывается, правительство Японии замалчивало многие вещи, которые происходили на АЭС, в том числе чрезвычайной ситуации, которые бывали ранее. 40 лет назад построен АЭС. Есть над чем задуматься. Тем не менее, мы умеем что-то. Мы умеем говорить о том, что может быть землетрясение. То, что наша фирма сделала, это, в том числе на Сахалине, сеть станций, которые показали за 7 часов до первого толчка, который был 8 марта. Это не самый большой толчок был. У него магнитуда была 7,2. Вот вы видите кривую Доплера. Она должна была быть пунктиром. За счет того, что над Японскими островами пролетал спутник, мы увидели такое необычное распределение плотности электронов в свободных в ионосфере. Еще 4 признака мы видели. Это говорило о том, что предвестник землетрясения есть, сильнейший. Пока прогноз мы не можем делать. И после первого толчка, был ли еще ряд толчков, и, вы знаете, самый большой толчок магнитуду 9 имел. Его предсказать ни японцы, ни мы не могли. В этом тоже есть проблема. Не учли и цунами. Тем не менее, мы можем говорить о том, что те средства, которые у нас есть, космические информационные средства наземные, они позволяют решать задачи с помощью дистанционного зондирования Земли, с помощью контроля различных сложных объектов. И мы постараемся не повторить тех катастроф, которые были, техногенных. В том числе, мы с вами знаем, что можно мониторить склоны от оползней. Такая система была поставлена экспериментально, бесплатно, как раз на дороге близ Сочи. К сожалению, она была одна, экспериментальная. И потом мы получили буквально через несколько месяцев провалы. Сейчас принято решение, развивается эта система, она будет строиться не только под Сочи, везде. Неужели раньше этого нельзя было сделать? Более 800 миллионов тонн только по территории России особо опасных грузов в год путешествуют. Мы сделали систему мониторинга. Наверное, ее надо разбивать. Конечно, мы должны выносить ссор из избы, чтобы не было уставведомственных или местнических интересов. Конечно, мы должны говорить о том, что происходит. И один из главных уроков после Чернобыля, который мы сделали, это то, что у нас теперь по законодательству не разрешено скрывать в том числе экологические катастрофы. Я думаю, японцы сделают тот же вывод. Вы видите вырубки. Это плановые вырубки, но, как вы понимаете, видны точно так же и вырубки, которые делаются несанкционированно. Это и проблема. Зачастую кто-то не хочет этого замечать. В мире в год гибнет до миллиона человек в дорожно-транспортных происшествиях. И это население миллионного города. Это кошмарная цифра. Мы предложили, и комиссия по модернизации экономики при президенте Российской Федерации согласилась с нами. Сейчас разрабатывается система Эроглонас. Это система, которая позволит, по крайней мере, тысячи жизней спасти в Российской Федерации. Я считаю, что эта система должна быть не только в Российской Федерации, но, и вы знаете, гибнут наши туристы. В Украине, Египте, Турции, других странах. Эта система должна помочь сохранить их жизни. На сегодня можно говорить о том, что, конечно же, все программы направлены на улучшение качества жизни. У нас около 15 миллионов инвалидов. Приведу страшную цифру, что многие живущие не выходят из дома. И это неправильно. Вы понимаете, мы должны обеспечить им такую же жизнь, которой можем пользоваться сами. На это направлена программа и проект «Социальный ГЛОНАСС», который мы разрабатываем и пока финансируем тоже за свой счет. Помимо этого, официальные данные, что 120 тысяч без вести пропадают в Российской Федерации. К счастью, 80% из них находятся. Но вдумайтесь, 10% детей, которые пропали, не нашлись. Или находятся слишком поздно. Этой осенью был кошмарный пример, когда инвалид второй группы женщина увела свою маленькую племянницу в лес, и они потерялись. Их искали неделю. Нашли слишком поздно. У нас на этот случай есть инструкция. Для людей, больных Альцгеймера болезнью, маленьким детям, еще что-то положите записку в карман. С адресом, с телефоном, с фамилией. Ну и кому она поможет в той ситуации. В Японии, когда потерялось и нашлось несколько школьниц, обеспечили навигационными трекерами очень много школ. А у нас страна номер 2 гарантирована в космосе. Страна, которая одна из двух стран вообще имеет навигационную систему глобальную, ГЛОНАСС. Мы рекомендуем записки в карман. В одной небольшой европейской стране закуплено государством 40 тысяч навигаторов для больных болезнью Альцгеймера. Но у нас нет денег. Подумайте об этом. Вы знаете, я благодарен тем людям, с которыми я работаю. Один из них, это Инна Васильевна Бриндикова, ее внук сказал, Саша Казаков, ГЛОНАСС — это спутник, который помогает не потеряться. А глобально космические системы не должны нам потеряться и заблудиться в космосе. Мы предложили систему с, мне кажется, очень удачным названием, который дал еще один мой сотрудник «Мониторинг инфраструктуры России. Мир». Игорь Бакарас здесь в зале. Вот, понимаете, приходите, придумывайте, творите. Мы все это сможем. Если не за бюджетный счет, то за свой счет сперва. Мы сделаем это. Мы обеспечим мониторинг и объектов инфраструктуры России. 75% нас живет в городах, россиян. Все техногенные катастрофы наши. Не дай бог, что они, если они случатся. К сожалению, они случаются. Это статистика. Это печальная статистика. И не только в нашей стране. Мы в этом убедились. Есть самая гуманная система в космосе. Система спасания Каспаса Арсад. Это система, которая позволяет нам спасать человеческие жизни. Более 30 тысяч спасенных за время, когда она существует. Она была создана во времена Холодной войны. Тем не менее, две сверхдержавы сперва СССР и США смогли договориться. Потом присоединились Канада, Франция. Советский Союз выиграл тогда негласное соревнование. Мы были первыми, кто запустил и осуществил спасание канадских авиаторов. После этого мы развиваем эту систему. И в том числе на среднеорбитальных спутниках системы ГЛОНАСС, GPS, наверное, Галилео, когда они будут развиваться, будут установлены ретрансляторы, которые еще более эффективно помогут спасать людей. Конечно же, мы говорим о том, что разные системы разных стран должны взаимодействовать. И на сегодня мы приходим к этому. Глобальные навигационные системы должны объединиться. Для, опять же, всех нас. Российская Федерация предложила, и уже 34 страны, 11 агентств, таких же, как Роскосмос, согласились с этим, что надо создать международную систему, систему, которая поможет и прогнозировать, и спасать людей. Это система МАКС, мы ее развиваем. Мы говорим о том, что информация управляет миром. Мы говорим о том, что мы должны создать постиндустриальное общество, информационное общество. мы говорим, что для этого нам нужно многое, и тогда мы сможем решать общепланетарные задачи. Так что же нам нужно? Маленькие-маленькие технические примеры. Значит, был второй глобальный политический форум в Ярославле осенью 2010 года, когда мы договорились до того, что только высокоразвитое индустриальное общество может перейти в информационное общество, постиндустриальное. Чудес и скачков, наверное, больше не будет. Значит, мы должны иметь это общество, если мы хотим жить в информационном обществе следующего уровня. Маленький пример. Станция МИР. Благодаря этому, а никто другой не смог сделать полностью функционирующую и долгоживущую станцию. Ни американцы, ни европейцы, ни китайцы на тот момент вообще этого не могли. Летать в космос не могли с пилотируемой космонавтикой. Мы сделали это. Преемником станции МИР стал международный проект. Проект международной космической станции. Наверное, также должен развиваться МАКСМ. Наверное, также мы должны осваивать Луну, другие планеты. Опять же, мы говорим о том, что правую составляющую инфосферы, материальную, мы так или иначе с вами создадим. Есть разные подходы к этому. Я считаю, что надо создавать самим, тогда мы будем впереди. Можно, конечно, попытаться все купить, тогда мы будем сильно отставать. Тем не менее, вопрос в мировоззрении нашем, в правой для вас составляющей этого слайда. Мы говорим об информационном обществе. Мы говорим, что это наше будущее. Мы говорим о том, что нам надоело продавать углеводороды. А что мы для этого делаем? Может быть, надо дать сперва инвалидам, потом всем детям, потом, может быть, надо дать, но не только, всем физическим лицам бесплатный доступ в интернет, осуществлять бесплатную доставку любых знаний, информации. Ну, может быть, кроме развлекательных. Может быть, тогда и будет информационный бум, тогда и захочется нам жить в этой стране, а не уезжать. Может быть, нам захочется тогда создавать Сколково, а не мечтать о Селиконовой долине. Понимаете, в чем дело? Дорогу осилит идущий. Я говорю еще раз, я действительно счастливый человек, потому что я могу себе позволить заниматься любимым делом, и у меня это получается. Я приглашаю вас. Есть масса людей, которые осуществляют свои мечты. И за счет развития нашего понимания человека в космосе мы можем говорить о том, что завтра мы из этой пирамиды человеческих ценностей можем уже и верхний уровень осваивать. Интегральная реализация потребностей, связанная с развитием космоса. Опять же, мне приятно говорить о том, что многое-многое делается у нас в стране. Ну, вот, допустим, самые большие рисунки и надписи рекламные сделаны в других странах тоже с помощью навигации. Дорогие друзья, я вас просто призываю к тому, чтобы мы дружно занимались космосом. И искренне считаю, что это наше будущее всего человечества и нашей страны. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...